Итоги недели подведем сегодня вместе в студии. Татьяна Голубева, здравствуйте. Сначала о главной теме недели – пожаре, бушующем в Егоревском районе. Второй день подряд усмирить огненную стихию пытается пожарный спецназ. 30 специалистов, которые имеют опыт в тушении самых сложных лесных очагов, прибыли к нам из Ханты-Мансийского автономного округа. Они привезли с собой специальное оборудование и применяют особые методы для борьбы с огнем. Отметим, пожар в Егоревском районе – самое крупное возгорание в крае в этом сезоне. Оно началось в понедельник и к субботе уничтожило площадь в 10 тысяч гектаров. В первый день возгорания, 19 июня, огонь прошел 80 гектаров. И уже через сутки площадь очага увеличилась больше, чем в 15 раз – до 1200 гектаров. Дальше ситуация из-за сильного порывистого ветра и сухой погоды развивалась совсем критично – 3400 гектаров в среду, почти 9 тысяч в четверг и накануне 10 тысяч гектаров. Мощнейший для края пожар за последние годы. Благо, он до сих пор не представлял угрозы населенным пунктам. Однако от огня гибнет много лесных животных и периодически возникает задымление. Из-за чего даже полностью перекрыли движение по трассе Новоегоревская-Волчиха. Подчеркнем, всю неделю ситуацию контролировал оперативный штаб под руководством главы региона Виктора Томенко, который лично выезжал в Егоревский район. Глава региона принял решение обратиться за помощью к федеральному учреждению авиалесоохрана. В итоге в четверг в Алтайский край прибыла группа пожарного десанта. 30 специалистов, имеющих большой опыт в тушении самых сложных очагов. По их словам, они пытаются снизить интенсивность горения. Для этого применяют такие методы, как встречный пал и отжиг напочвенных покровов. При этом отмечается, что сжигание происходит в щадящем режиме и дополнительного урона природе не наносится. Надеемся, что совместными силами огнеборцам удастся остановить лесную трагедию. Тем временем в Барнаульском микрорайоне Затон накануне сняли режим повышенной готовности. Напомню, что с конца прошлой недели и еще в начале этой вода в Затоне стремительно пребывала. И ко вторнику оставался лишь сантиметр до критической отметки. Уровень воды поднялся до 559 сантиметров при критическом в 560, когда начинает серьезно подтапливать дома. По данным на 23 июня уровень воды уже опустился до отметки в 530 сантиметров за сутки. Он упал на 17. В связи со стабилизацией гидрологической обстановки было принято решение снять в микрорайоне Затон режим повышенной готовности, который ввели 16 июня. Поводковая ситуация находится на контроле в администрации центрального района и администрации города. А мы продолжим. В России 22 июня вспоминали погибших в Великой Отечественной войне. В день памяти и скорби к мемориалу славы Барнауле пришли руководители края города, депутаты, ветераны. Они возложили цветы и почтили память невернувшихся с войны. В тот же день в краевой столице открыли памятник машине легендарному ЗИС-5. Авто с историей водрузили на постамент на территории Алтайского технического вуза. На открытии памятника побывала и наша съемочная группа. Легендарный ЗИС-5 авто грузоподъемностью 3 тонны, чего его так и прозвали трехтонник. Машину начали собирать в 1933 году. С началом войны производство авто сделали более простым и дешевым. Вездеход-грузовичок стал спасением на фронте. Ветеран войны Семен Толмачев вспоминает, как у Днепра советская машина дала фору импортной. В песку эти машины американские не могли пройти. А генерал стоял рядом и говорил, когда зашла эта машина на песок, он говорит, это отечественная машина, она выйдет сама. И она вышла. ЗИС выпускали с 1933 по 1948 годы. Но надежные и прочные модели марки встречаются в России до сих пор, и не только в музеях. Эту машину в 80-х нашли у дворе технического вуза. В рамках дипломных работ студенты поставили ее на колеса. Через 30 лет техника пришла в плачевное состояние. И в этот раз над ее реставрацией несколько месяцев трудились заключенные из правительной колонии номер 3. Там все есть и включает двигатель. Только мне нужна небольшая наладка его и не более того. Больше что он мобильно снимается. То есть это автокран и быстро поехали. Кстати, он приехал-то практически своим ходом. Весь год машина будет на постаменте на территории вуза. Напоминать о гении технической мысли. А на следующий день победы в университете планируют вывезти ее на парад. Те же планы на будущее 9 мая и у ветерана Семена Толмачева. В свои 97 он лишь недавно по совету детей перестал водить машину. Зато активничает на огороде, курирует семейные стройки. А еще любит читать. Публицистику, исторические, художественные книги. Я иногда до полночи читаю так. Да вы что? Да. Пока без очков. Живые и мертвые. Я их читал и еще сейчас уже второй раз стал первую книгу. Я начал. Я, допустим, где-то на каком-то фронте. А другого фронта. А здесь описано, значит, так. Вот. Уже совсем другие вопросы. А еще обязательно читает новости. Несмотря на возраст, Семен Петрович хочет быть в курсе происходящего в стране и обдумывает все события. Уже много лет, как нет в живых его сослуживцев, но даты, причастные к Великой Отечественной, для него памятны. И проводить их он стремится в окружении единомышленников и семьи. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов. День с толком. В Барнауле Коршун терроризирует весь двор. Жители дома на Малахова, 79, уже больше месяца подозрительно оглядываются, боясь атаки хищника. Птица неоднократно нападала на взрослых и детей. Что это? Месть пернатова или самооборона? Наша съемочная группа на неделе отправилась на разборки. Полина с двоюродными сестрами, маленькая плачет, боится Коршуна. Опять кого-то цапнул за голову. А вчера с консьержа, вот вчера с консьержа шапку снял, кепку. У Людмилы записаны все ходы. Каждый раз, когда Коршун нападает на жителей дома, консьерж уносит запись в книгу. Вот видите, летит, летит. Камень какой-то он ему сбросил. Уже второй месяц птица держит в тонусе жителей дома на Малахова, 79. Проделки Коршуна не хулиганство, а типичное поведение хищника, который защищает свое потомство. Вот только теперь нужно защищать и людей, которые стали носить головные уборы и капюшоны, чтобы спастись от огромных когтей. Когда она меня ударила, шла я, выбросила мусора, она меня ударила в голову, я упала на колени. Потом часа два у меня легкий такой шторм внутри у меня был. Поцарапал он моего друга, тоже такой мелкий человек, ну, мальчик-то, тоже ему лет 10. У него вот такой вот шрам остался, получается. Меня он пытался тоже поцарапать, но меня кепка спасла. На вас один раз нападала? Ну, у меня один и два захода было, я от второго вернулся. Ну, она летает, летает, потом пикирует и на вас, цепляет вас, там уже царапает или просто ударит. Он сзади подлетел, и папе на голову, у него потом голова немножко еще болела. У меня даже сестра теперь плачет, боится сюда приходить. Вот, нам теперь даже выходить, мы гуляем теперь даже не тут, в другом месте. Местные рассказали, что Коршуна прикормил мужчина из соседней пятиэтажки. Коршун понял, что здесь хорошая кормовая база и завел семью. Теперь два дома воюют. Жители пятиэтажки боятся, что деревья на их территории срубят. А все потому, что именно там находится гнездо Коршуна. Давайте произведем обследование, соберем все документы, обратимся в органы. Они примут решение, оповестят соседний дом, и мы с этим согласимся. Но в рамках закона не надо никого убивать. Первое заявление было в Министерство природных ресурсов. Ответ пришел, что мы этим не занимаемся. Заявление наше было ниже спущено в администрацию Ленинского района. Туда тоже пришел ответ, что мы держим на контроле и будем ситуацию решать. И вот сообщили, что в начале недели приедет вышка, будем решать этот вопрос. По нашей информации, сегодня днем на место выезжал специалист администрации Ленинского района, а также представитель Краевого министерства природы. Экспертам придется решать, что делать с гнездом. Просто взять его и снести, это дерево или гнездо. Это идет нарушение природоохранного законодательства, это разорение гнезда. И тут даже не разорение гнезда, а тут идет уничтожение вида. Птица принадлежит государству по факту, да? Как вариант разрушить гнездо, когда птицы покинут родной дом. А пока местные жители продолжают с опаской смотреть на небо. Коршун продолжает держать всех в страхе. Мы будем следить за этой историей. Тут нет живодеров, тут нет каких-то там ужасных, страшных людей и все такое. Но птица агрессивная. И извините, мы тоже тут матери и отцы. И это наши дети, и мы будем защищать их всеми доступными нами средствами. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов, День Столка. В центре Барнаула отреставрируют старинное деревянное здание. К работам уже приступили барнаульские студенты и волонтеры. Анатолия 59, второй дом, который будет восстановлен в рамках проекта «Дома», созданный депутатами Краевого молодежного парламента. Подробности в сюжете. По рукам не проводим, только по дереву. По дереву мы работаем непосредственно по волокнам. К восстановлению деревянного зодчества приступили неравнодушные жители города. Работа проводится в рамках проекта «Дома». Он существует уже второй год. В 22-м отреставрировали здание на Анатолия 118. Решили для нашего города сделать полезное дело, так как очень переживаем. Душа болит за деревянное строительство. Обидно смотреть, как обшивают красивые дома сайдингом. В этом году выбор пал на дом 59 и тоже на Анатолия. Кстати, здание для восстановления выбирают не просто так. Во-первых, дом не должен быть объектом культурного наследия. С такими работают специализированные службы. Во-вторых, желательно, чтобы находился в центре города. А самое главное – заинтересованность жильцов. Вообще красота будет, потому что своими силами посмотришь, охота вроде, чтобы красиво было. Но самому не сделать. Тут такие резные наличники, старина. Жильцы будут помогать волонтерам, которые, к слову, уже прошли обучение. Мы создавали методичку, по которой нужно было провести обучение для волонтеров. О том, как работать с деревом, какое покрытие мы должны наносить, в каком случае. Что делать, если у нас не получается или наоборот получается. Ребята, а это в основном студенты, прослушали 4 теоретических занятия и побывали на производстве. Все благодаря выигранному гранту. Символика проекта и душевная кампания – еще один привлекательный бонус для участников. Я хочу приобрести новые навыки, узнать, может быть, историю дома, то есть больше погрузиться в реставрацию дерева, какого-то декора. Я не знаю, ну, этот дом, не знаю, что это. Но я думаю, что просто нужно помогать. Помогать, может быть, бабушке, я не знаю, но нужно помогать и, ну, работать, чтобы все чисто будет. Если честно, это первый раз я это сделаю, но мне нравится. Это вообще мне нравится. Вы знаете, я иностранец, я не русский, но мне интересна новая культура. Сейчас организаторы проекта выясняют историю дома, у которого, кстати, есть своя изюминка. Тот цвет, который есть сейчас на доме, это не его изначальный цвет. Лет 40 назад, когда заезжали сюда жильцы, с которыми непосредственно мы взаимодействуем, сказали, что ставни были покрашены в один цвет. Так делают почему? Потому что это дешевле и потому что это проще. А мы в ходе исследования дома обнаружили, что ставни были совсем другого цвета. Примерно через месяц можно будет увидеть исходный цвет дома. А после волонтеры займутся зданием в Бийске. Да и в будущем организаторы планируют развиваться и масштабировать проект. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком. В России планируют ужесточить контроль за управляющими компаниями. Об этом идет речь в письме, которое направили в Госдуму представители Минстроя. В стране должны появиться стандарты по управлению многоквартирными домами. К примеру, в них могут прописать время, в течение которого УК должны отреагировать на экстренную ситуацию или необходимость отчитываться о тратах за деньги, собранные на ремонт подъезда или дома. Кроме того, в рамках нововведений жильцы смогут оценивать управляющую компанию. И таким образом на каждую УК будет составлен народный рейтинг. Сейчас такой структуры не существует. Максимум отзывы на Дубльгисе. О том, насколько эти критерии будущего единого стандарта вообще можно назвать новыми, насколько необходима эта система и сможет ли она улучшить работу управляющих компаний, мы поговорили с коммунальным юристом Дмитрием Кондратовым. Напрашивается, какая аналогия. То есть, мы говорили о том, что у нас есть постановление 170-го гостроя, которое регламентирует предельные сроки устранения тех или иных неисправностей, периодичность осмотров весенних, осенних, подготовку к отопительному сезону и так далее. Есть 491-е постановление правительства, которое тоже регламентирует, что такое общее имущество, что относится к его составу. И там есть очень важный раздел, который касается порядка перерасчета в случае оказания ненадлежащего качества услуг. То есть, допустим, был перерыв поставки горячей воды, как надо перерасчитывать и так далее. 394-е постановление, которое нам говорит о том, как идет ресурсоснабжение, как рассчитывается по каким формулам, в каких случаях и так далее. То есть, мы с вами видим, что есть разрозненные некие такие правовые акты. Ну да, специалист в сфере именно коммунальных услуг, он знает их, ими руководствуется, ему это понятно. Потребителю зачастую непонятно. Здесь напрашивается, какая аналогия. То есть, у нас лет 8-10 назад пошло внедрение такой штуки, как административные регламенты. Казалось бы, что это такое? То есть, это просто-напросто, допустим, предоставление услуги по перепланировке жилого помещения. Все знали, что есть жилищный кодекс, где там какие-то понятия заложены, есть какие-то местные нормативные акты постановления администрации города Барнаула, например, там решение Барнаульской городской думы, чего-то там еще. И некая такая солянка, который тоже профи в своем деле, который этим постоянно занимается изо дня в день, он понимает. Но если говорить об обычном человеке, он не понимал, куда нужно идти с этим всем. И одновременно шло как раз устройство и внедрение МФЦ, сеть разрасталась, прописывались регламенты. Эти регламенты заводились именно в МФЦ в доступной форме, до единого окна это все доводилось. И административный регламент просто, по большому счету, прописывал все то, что есть в тех нормативных актах, о которых я вам сказал, в доступной форме, ну такое может быть несколько канцелярское, да, но между тем как бы последовательно, четко. И это привело к тому, что, допустим, администрации разных районов могли подходить к оказанию какого-то рода услуги по-разному зачастую. То есть каждый закон читает по-разному, применить может по-разному. Человек, обратившись в индустриальном районе и в железнодорожном районе, сталкивался с тем, что, ну, как бы, разные, допустим, перечень документов могут потребовать и так далее. Когда внедрились вот эти административные регламенты, прозрачность повысилась, стандарт стал единым, возможность оказания стала больше. То есть у потребителя, в любом случае у человека есть выбор прийти в МФЦ за этой услугой, прийти напрямую в администрацию района условно, в администрацию города за той или иной услугой. И, как бы, вот, и понимание. И понимание, чего требовать. Для чего требовать, чего собрать, чего принести, где заплатить пошлину, в каком размере. Понимание того, что себя не потребует ничего лишнего ни в части документов, ни в части денег. То есть это и антикоррупционная составляющая у нас, да. Здесь примерно то же самое, я так полагаю. То есть законодатель к чему стремится. Мы понимаем, что эти предельные сроки, они зачастую и так у нас прописаны. Есть ГОСТы, есть СНИПы, помимо тех постановлений, которые я процитировал, да. Но если это все свести воедино, вот в виде некоего такого стандарта, то есть у нас тоже, допустим, даже не то, что от региона к региону можно сравнивать и разные подходы можно найти на уровне инспекции, на уровне прокуратур. То есть мы все равно тоже смотрим, как практика применения идет. То есть по тем или иным спорным ситуациям ищем какую-то практику, чтобы выстроить позицию в суде зачастую по делам в сфере жилищно-коммунальных хозяйств. Смотрим, как применяется условно в Московской области, в Москве, в Питере, за Уралом, здесь, соответственно, у нас в Сибирском регионе, в Новосибирске и так далее. И зачастую подходы-то разнятся. Понимаете, в чем дело? Ну, вроде нормы, правы-то одни. А начинаем на уровне практики применения смотреть, и уже подход может, как говорится, варьироваться в той или иной степени. Вот эта стандартизация, я думаю, она позволит уйти от этого. Ну, насколько это возможно, вот в рамках нашей такой большой страны и разных территорий, разных климатических зон и всего остального. То есть, как бы, я думаю, что это все равно будет учтено, и прозрачность, и доступность, она повысится. К другим темам. В последнее время многие психиатры говорят о выгорании людей, а именно об эмоциональном и физическом истощении на фоне постоянного стресса. Теперь о нем все чаще говорят и медики. Выгорание вредит не только эмоциональному состоянию, но и половой жизни. Об этом в том числе шла речь на Всероссийской конференции урологов, андрологов и представителей смежных профессий. На научное мероприятие, которое в крае проходит в четвертый раз, на этой неделе собрались медики из Красноярска, Москвы и Новосибирска. Одной из главных тем конференции стали аденомопростаты и импотенция. По словам андрологов, это сейчас одни из самых распространенных диагнозов. Ну это и психогенный фактор, и синдром выгорания, то, что мы увидим у офисных работников, которые работают с утра до вечера, и на что уже потом не хватает сил, кроме как поспать и поесть. Это сосудистые всевозможные проблемы. Или на фоне диабета, или на фоне атеросклероза. Алтайский край стабильно входит в топ регионов с самым большим количеством диагностированных случаев мочекаменной болезни. У них более тысячи на сто тысяч населения. Виной тому некачественная вода и не лучший уровень жизни. Поэтому вопрос о современном оборудовании для урологии и гинекологии стал ключевым. Посмотреть за его возможностями можно было в прямом эфире во время проводимых операций. Эти операции интересны тем, что применяется новое эндоскопическое оборудование, лазерное оборудование. И то, что эти операции менее травматичны, и эффект от этих операций более эффективен. В вузах Алтайского края стартовала приемная кампания. Основной наплыв абитуриентов ждут в начале следующей недели. Пока еще далеко не все вчерашние школьники получили аттестаты. Тем не менее, на этой неделе в университет региона пришли выпускники прошлых лет, будущие магистранты. И не только. О новинках этой приемной комиссии в нашем сюжете. Первый день приема документов. Абитуриенты выстроились в очередь уже в 8 утра. К 12 дня в Алтайский госуниверситет поступило больше 40 заявлений. В этом году АГУ – лидер в регионе среди вузов по количеству бюджетных мест. Их почти 3000. Больше всего в бакалавриате. Химия, химическая технология, биология, прикладная математика и информатика. Многие подают документы онлайн через личный кабинет на сайте вуза или через госуслуги, что удобно для жителей отдаленных районов. Сколько в этом году еще минимальная статистика, прошло всего несколько часов приема. В прошлом году к нам подали документы абитуриенты из 70 субъектов Российской Федерации. И это начиная от Крыма и заканчивая районами Крайнего Севера. Кроме того, у нас традиционно достаточно большой процент претендентов из стран ближнего и дальнего зарубежья. Ну, порядка 20 стран у нас обычно, 20-25 стран. А в Политехе за два часа полсотни заявлений. В этом году в вузе впервые выделили бюджетные места на направление биотехнологии и техносферная безопасность. Традиционно самое большое количество бюджетных мест на факультете информационных технологий в Институте биотехнологии, пищевой и химической инженерии. А всего в этом году бесплатно поступить в университет смогут около 2000 человек. Есть новинки, которые характерны для любого университета. В принципе, для приемной кампании 2023 года это приоритетное зачисление. То есть теперь абитуриент, приходя в приемную комиссию, может расставить направление в порядке приоритета, и он будет зачислен в зависимости от своих пожеланий. Есть и еще одно уточнение для абитуриентов этого года. Что важно, я хочу обратиться к абитуриентам, которые планируют поступать на заочную форму обучения. В этом году набор ведется одновременно на очную и заочную форму, поэтому все студенты будут зачислены до 1 сентября, и поэтому заочникам, тот, кто планирует поступать на заочную форму, нужно поторопиться и принести документы до 14 июля, чтобы успеть сдать внутреннее испытание. Те же правила действуют и в Алтайском государственном педагогическом университете. Всех студентов должны зачислить до 1 сентября, а не до 1 октября, как это было раньше. В этом году в ВУЗу выделили порядка полутора тысяч бюджетных мест. Среди поступающих популярны направления психологии и педагогики, а также физической культуры и спорта. Наша приемная комиссия начала работать с 1 апреля. Уже более 300 человек нам подали документы. Это магистратура, выпускники прошлых лет, и бакалавриат – это тоже выпускники прошлых лет. Есть люди из других регионов, есть люди из других государств. У нас очень активно в этом году подают Таджикистан. У нас уже порядка 30 заявлений в магистратуру именно от граждан республики Таджикистана. Активно в этом году подают Казахстан. Это те страны, которые к нам пока очень активно идут. Во всех трех ВУЗах приемная комиссия будет работать больше месяца. Ажиотаж начнется на следующей неделе, ведь далеко не все студенты получили аттестаты. Например, сегодня кто-то еще сдавал ЕГЭ по информатике. Ирина Корчагина, День с толком. В Госдуму собираются внести законопроект о возврате перехода на летнее время. По мнению ряда депутатов, это увеличит световой день и позволит сэкономить электроэнергии. В нашей стране «Стрелки часов» впервые перевели в 1917 году. Однако в 2011 переход отменили. Как к идее возврата зимнего и летнего времени относятся барнаульцы, узнавала наша съемочная группа. Это дополнительная путаница. Я считаю, что нет, я против этого была, если бы учитывалось мое мнение. Плохо. А почему? Ну потому что потом организм страдает от этого. Прежде всего. А как страдает, по вашему мнению? Не высыпаемся, нагрузка. Нормальное время, нормально живем. Надо. Почему? Иногда ощущение, что утром сильно темно, либо наоборот сильно светло. А ночью, ну вечером наоборот, либо сильно темно, либо сильно светло. Будто бы какой-то баланс надо найти. Отрицательно. А почему? Плохо сказывается на организме. Особенно, когда у тебя есть какой-то режим, ты должен, допустим, там вставать в 6 утра, а когда вот эта вот перестройка, этот час, он очень весомый. Считаю, что не надо. Чего его сейчас перевезти, потом обратно возвращать. Ну что, не надо. Пусть оно так и будет. Мы-то ладно, мы старые, можем туда-сюда сориентироваться. Детей в садик. Кто-то в школу потом пойдут. Опять время это туда-сюда менять. Нет, нет, нет. Нет. Коровы меньше молока дают. Да. О, как, как, как. Первый месяц лета близится к завершению. Многие только готовятся к отпуску. Отдых для алтайских туристов в этом году обойдется в среднем на 20-25% дороже, чем в прошлом. Будь то заграничные туры или путешествия по России. Снизилось ли при этом число отдыхающих и какие направления сегодня пользуются наибольшим спросом? Смотрите далее. Лето в разгаре и люди устремились к морю. Популярностью, говорят специалисты, пользуются традиционные направления. Сочи, Абхазия, Египет, Эмираты, Турция. На последнее по карману сегодня не всем. Средний чек вырос как минимум на 30%. К сожалению, в этом году подорожала Турция, что очень огорчает наших алтайских туристов. Но на это есть объективные причины. Там очень большая инфляция, подорожали продукты, подорожали все средства, которыми пользуются отели. Плюс европейский рынок и англичане обратили внимание на Турцию. У них огромный спрос и это сейчас тоже влияет на ценовую планку. К таким ценам большинство туристов не привыкло. Люди ждут горящих туров. Но их будет немного, уверены эксперты, так как число чартерных перевозок уменьшилось. Подорожание турецкой ривьеры переключило туристов на другие направления. И многие предпочли отдых на родине. Алтай, к примеру, сегодня в топе трех популярных мест для путешествий по России. Но отдых подорожал и у нас, причем во всех без исключения сегментах. Нередко туристы негодуют. Моря нет, а цены не ниже. Тут очень сложно сравнивать отдых на каком-то морском побережье и отдых на Алтае. Это совершенно разные сегменты отдыха. И любой человек, я думаю, он был как на море, так и был на Алтае. И он понимает, что это разные впечатления, это разные эмоции. Туроператоры признают, что клиент стал более взыскательным. Туристы тщательно подходят к выбору места своего отдыха, скрупулезно изучают программы. И такая тенденция, говорят специалисты, имеет свои плюсы. Как для отрасли в целом, так и для ее потребителей. Конкуренция в конечном итоге играет на развитие отрасли и улучшение качества услуг. Елена Макаренко, День с толком. На рынках Барнаула появилась первая лесная земляника. Правда, пока ее не так много. Специалисты говорят, что массово поспевать ягоды начнет к концу июня. Тогда и на прилавках ее будет больше. Но ягоды уже торгуют. Правда, домашние с дачи и огородов. Почем нынче витамины, выясняла Юлия Щепина. Витаминная добавка к рациону уже поспела. На улицах и рынках вовсю начали продавать домашнюю ягодку. Люди все берут, и я беру. А вкусная? А? Вкусная ягодка. Вкусная ягодка. Ягоды в этом году поменьше и помельче, говорят бабули на рынке. Погодные условия подкачали. Хорошо берут? Ну как? Когда хорошо, когда как. Ценник, кстати, такой же, как и в прошлом году. В среднем клубника садовая 200 рублей за пол-литровый стаканчик. А вот жималось подешевле – 150 рублей. Ребенку хочется что-то уже такое наше. Потому что привозное все было, тоже по 250 рублей продавали. А это вроде как наше. И самое главное, что сегодня утром она собирала. Мне вот это больше всего. Здорово. Как думаете, дорого, недорого? Я считаю, наверное, дорого. Покупатели думают, дешевле уже не будет. Однако продавцы утверждают, чем ближе к осени, тем дешевле. Как цены формируете? В зависимости от предложения. Ну, то есть от соседей, да? Я правильно понимаю? Чем больше, тем дешевле. Чем больше на базаре ягод, тем она дешевле. Когда ее меньше, она дороже. Однако есть и продавцы, которые продают ягоду гораздо дороже – на 100 рублей. Причем за стакан 0,33. Я знания имею, я всю зиму в компьютере сижу и все отслеживаю. Я как кошка за воробьем гоняюсь, за знанием. Вот мало того, сорт хороший иметь, да? Вот чтобы он не затекал, чтобы он красивым был, надо еще агротехнику знать и уметь делать. И делать ее, девушка, делать. Вы знаете, когда качественный товар, качественный, вкусный, хороший. А самое хорошее – его качественно выращивать, без всяких ядохимикатов, травки зарубить, запаривать. И поливать этим, а не всякой химией. Все своими ручками, видите, какие все ручки у нас. Все своими ручками, ножками. Не хватает немного пенсии. Стаж большой, педагогический. О, вот как. Да. Пенсия, соответственно, педагогическая, поэтому и здесь. А вот лесной клубники почти нет. Говорят, пожгла жара. Зато цветы и рассада в изобилии. Есть даже сосновые шишки, полезные для здоровья. Недели через три пойдет и малина со смородиной. Кстати, торговаться никто не запрещает. Да и вечером можно получить хорошую скидку. 50, а то и 100 рублей. Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком. Из тесного аквариума в просторный водоем. 200 годовалых карпов кои сегодня обживаются в пруду изумрудного парка. Посетители пока не могут вдоволь полюбоваться цветными рыбками. Малыши еще только обживаются в новом пространстве. Валентина Аскерова прогулялась вдоль пруда и вместе с руководителем парка покормила новых обитателей. Красные, желтые, оранжевые рыбки. Пока небольшие. Всего 15-20 сантиметров. Кои славятся разноцветным окрасом. Выращивать этих декоративных рыб начали в Китае и Японии. После эту моду подхватил весь мир. Сегодня такие красавцы есть и в крупнейших парках России. Таких, как Московский парк Заря, делик Краснодарский парк Галицкого. И вот теперь у нас в Изумрудном. Она неприхотливая. Даже может питаться остатками растительности или еще что-то, что падает в пруд насекомыми. Достаточно неприхотливая рыбка. И в то же время красиво радует глаз. Сколько средств на них пришлось потратить? Ну, это друзья парка нам помогли. Это не средства парка. То есть, насколько я знаю, порядка 60 тысяч эти рыбки стоили. Эти рыбки не для ловли. Ловить здесь не надо рыбок. Это как раз для того, чтобы люди радовались, что было красиво. Сейчас карпы Коя редко показываются людям. Они прячутся. Возможно, их пугают те, кто катается на лодках, на катамаранах. Им нужно время, чтобы освоиться и показаться людям. Отпугнуть рыбу могла и тренировка флайбордистов, которая на днях прошла в парке. Руководитель Изумрудного заверил, что это была разовая история. Подобного больше не будет. Владислав Вакаев добавляет, что сейчас делают все возможное, чтобы красивых рыбок могли увидеть все посетители и в любое время. Это специальный корм. Он разработан как раз для кормления рыб такого рода. Поэтому закупили его немного. И для того, чтобы можно было подкармливать рыбу. Он в виде таких, как кукурузной палочки. Он легкий. Вот его бросаешь в воду. Если Кои получится прикормить, появится новая точка притяжения. Мы хотели сделать даже такой небольшой аттракцион, чтобы люди могли приобретать корм и кормить этих рыбок. И радовать себя, и, соответственно, рыбкам помогать. В этом году Кои запустили в тестовом режиме. Если эксперимент удастся, то в следующем сезоне подумают о новых видах рыб. Я, конечно, не рыболов и не рыбак. Но очень было бы интересно видеть какие-то, наверное, интересные виды, чтобы они подплывали. На них можно было как-то посмотреть. То есть наслаждаться видом и рыбками здесь. Зимой пруд будет перемерзать. Кои выловят и отправят на зимовку в более тепличные условия. А когда в город вернется тепло, вновь выпустят водоем. В Европе много искусственных водоемов. Многие из которых тоже заселены карпами. Рыболовы, а также обычные посетители даже дают им имена. Во Франции был карп по имени Мэри. В Германии Нептун. Кто знает, может быть в будущем карпом Кои и здесь дадут имена. Валентина Аскерова, Владислав Ковалев. День с толком. А на этом у меня все. Если вы хотите сообщить нам об интересных и актуальных новостях, звоните по телефону редакции 205-545 через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза компании Валар Мира и добра всем. До встречи. Продолжение следует...